Ботаническая классификация Растения представлены в соответствии с анатомией их цветов, репродуктивных органов и плодов. Они классифицируются за латинскими названиями. Использование латинских названий обеспечивает точную классификацию, тогда как использование повседневной речи может привести к путанице. Например, название «тыква» используется для таких разных видов, как «кукурбита пепо», «кукурбита машата» и «кукурбита максима». В этом фильме мы будем использовать только определенные латинские названия. Такие семьи, как «фабосия», «астеросия», «солоносия» или «кукурбита сия», а также роды, как «кукурбита», «виды», как «кукурбита максима» и, в конце концов, подвиды. Огурец, например, относится к семейству «кукурбита сия», рода «кукумис», вида «кукумис сативус». Существуют различные его подвиды. Его делят на много подвидов. Дыня также представитель семьи «кукурбита сия» и рода «кукумис», но другого вида – «кукумис мэло», который также делится на многие подвиды. Растения одного подвида будут очень похожи по своим характеристикам, таким как форма, цвет и размер. Все подвиды одного вида могут скрещиваться, что невозможно для подвидов различных видов. Например, нет никакой возможности скрещивания огурца и дыни. В то же время иногда случаются исключения. Скрещивание возможно между ботанически близкими видами, например, «кукурбита мошата» и «кукурбита аргиросперма». Между родами скрещивание невозможно. Применение этих знаний поможет вам использовать методы выращивания, чтобы лучше их приспосабливать для производства семян и избежать нежелательного перекрестного опыления. Музыка. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует...